Сегодня 22 декабря 2022 года. Мы идем на корабль Norwegian Sun, чтобы совершить круиз на Канары. Круиз на две недели. Я хочу сделать ролики о корабле и о тех портах, где мы будем находиться. В этом ролике мы поговорим о работе сервисных служб, которые делает наш круиз незабываемым. Мы пройдем по тем этажам, где работают сервисные службы. Подробно рассмотрим, чем они занимаются и для чего они нам нужны. Ну, начнем вот с чего. Так же, как театр начинается с вешалки, так же круиз начинается с сдачи багажа. Мы сдаем багаж при входе на корабль. И потом этот багаж мы получаем через несколько часов в нашу каюту. Это может пройти два часа, может пройти четыре часа, пять часов. Но в конце концов багаж прибудет к нам. Мы сдали чемоданы вот здесь, проверили наши данные. И мы идем оформляться на корабль. У нас проверили сумки. Точно так проверяют в аэропорту. После этого мы пошли на оформление. Показали паспорта и билеты на корабль. И нам дали карточки. Зеленые карточки, которыми мы будем пользоваться. И дали третий номер группы. Вот группа ожидает. Для того, чтобы пойти на корабль. Когда позовут третью группу, мы пойдем. Вот третий номер группы, который нам дали. А вот наши карточки. Вот карточки. Здесь номера каюты нет. Это сделано специально. Корабельная карточка на корабле заменяет кредитную карточку. Она просто к ней привязана. Заменяет ваш паспорт. Заменяет все документы. Вам не надо ничего носить. Только корабельную карточку. У меня сохранилось несколько карточек с предыдущих поездок. Давайте мы посмотрим и вспомним о кораблях, которые видны здесь на карточке. Перед нами карточки компании Royal Caribbean. Вот так они выглядят. Вся информация, которая есть на них, вы можете увидеть. Это корабли Wonder of the Seas, Allure of the Seas и Harmony of the Seas. Это шеститысячники. Это корабли самые большие. Корабли класса Oasis. Есть еще Symphony of the Seas и Oasis of the Seas. Родоначальник. Если вы хотите ехать с детьми, то лучше всего ехать на этих кораблях. Они обычно ездят на неделю по Карибам или по Средиземному морю. Детям там будет много чем заняться. Они будут все время довольны. И для взрослых тоже там очень много увлекательных вещей. Norwegian Cruise Line. Это компания, на которой мы сейчас будем ехать на корабле. Norwegian Sun. Я был несколько раз с этой компанией. Мне нравится свободный стиль особенно. Что в ресторан не надо приходить к конкретному времени. Приходите, когда хотите. Костюм не нужен. Чувствуете себя очень расслабленно. Ну, в принципе, я доволен очень этой компанией. И могу ее рекомендовать. Это карточки компании Holland America Line. Я был один раз на новом, совершенно новом корабле Роттердам. Первые три дня я был очень доволен. Все кладко, идеально, вкусно. Все замечательно. Но потом это мне все очень надоело. Потому что это корабль для тех, кому за 80. Точнее, я бы сказал, для тех, кому за 90. Тихо, спокойно и все-таки. Мне кажется, скучновато. Но все на высшем уровне. Моя любимая компания Princess. Она и для молодых, и для пожилых. Ну, не знаю почему, она мне очень больше всех нравится. Карточки у нее тоже немножко отличаются. В середине чипы. Эти чипы можно вынуть и одеть как браслет. И ходить на одной руке часы, на второй браслет. На корабле проведен интернет. То есть, внутренний интернет. Когда вы подходите к вашей каюте. До конца остается еще 2 метра. А дверь уже раскрывается. У меня не сохранились карточки компании MSC и Celebrity. Ну, что я могу сказать про эти компании? MSC, она очень дешевая. Достаточно дешевая. И, в общем-то, неплохая. Там очень хороший театр. Каждый день там в театре постановки. В бродвейском стиле. Но они стараются все время вытягивать деньги. Больше, чем другие компании. И даже за воду надо платить. За абсолютно за все. Что касается Celebrity. Это считается серьезной, солидной компанией. Для людей в возрасте. Но мне, может быть, не повезло. Мы были в круизе вокруг Испании. На Селебритый Консолейшн. Старый корабль. Очень плохое питание. Ну, значит, не повезло. В следующий раз я все равно поеду на Селебритый. Надеюсь, что будет корабль лучше. На часах в 12 час дня нам разрешили зайти на корабль. Идем на корабль. Вот интересная тема. Русский язык на международных кораблях. До коронавируса обязательно на сервис Квест были русскоязычные девочки. Сейчас они исчезли. Я, когда пришел на корабль, спросил, есть ли в сервисе русскоязычные сотрудники. Мне сказали, что нет. Правда, потом я нашел, точнее, не нашел, а случайно увидел одного русскоязычного старшего офицера. Все. Среди пассажиров, насколько я вижу за неделю, мы, еще три девочки, еще одна пара. Все. Больше я русскоязычных не видел. Почему нет в сервисе русскоязычных сотрудников? Ну, основная причина ясна. Российских туристов на кораблях практически нет. Российский турист может съехать, если у него есть паспорт другого государства. То же самое касается белорусских туристов. А украинским сейчас немножко не до туризма. Раньше было много украинцев в сервисе. И официанты, и матросы, и стюарды. Сейчас украинцев, во всяком случае, в последнее время украинцев нет. Была большая неожиданность на этом корабле узнать. Я когда пришел первый раз в ресторан, я спросил, нет ли у них русскоязычного меню. Оказалось, что есть. Причем меню не такое, как на... Когда мы были на Holland America Line, я попросил русское меню. Они мне каждый день переводили меню с помощью гугла. После гугла это меню по-русски становилось такое, что... И что там было, еще труднее понять, чем по-английски. Здесь очень качественный, профессиональный перевод каждый день на русский язык. Почему? Потому что меню заготавливают на... Наверное, на неделю повторяющиеся одно и то же. Один раз сделали на каждый день меню переводы, и все. И подкладывают нужные листы. Правда, на Крисмис 25-го числа, 24-го числа, меню было только по-английски. Они объяснили, что на Крисмис это специальное меню. Интересно, я еще не видел, будет ли на Новый год вообще 12 ночи какое-то празднование. Сегодня 28-е число. Ну, 31-е узнаем. Мы посмотрим. На некоторые службы. Вот внизу. Я просто не хочу привлекать внимание. Это сервис квест. Служба. И туристское агентство. Которое организовывает экскурсии в портах. Это наши елочки. Это next cruise. Про next cruise я вам расскажу. Вот здесь сидит товарищ. Который мне все время рассказывает, что Wi-Fi должен, по идее, хорошо работать. Я тоже так думаю. Если бы это еще так было. Квест-сервис отвечает на все ваши вопросы, кроме, может быть, интернета и следующего круиза и экскурсии. Самое главное, она отвечает на вопросы по вашему счету, сколько денег осталось, какой кредит, дебет на счете, почему, все, что связано с расходами. Ну, а также другие вопросы, вопросы ресторана и так далее. Это все. Вы обращаетесь на эту службу. Квест-сервис. И она, эти работники, они работают круглосуточно. Отвечает вам на все ваши вопросы. Теперь по поводу Wi-Fi. Wi-Fi на корабле работает, мягко говоря, очень плохо. То есть, днем он часто вырубается и по часу его нет. Мои попытки качать права мне объясняют, что вот тут написано в дневных выпусках, что перебои с Wi-Fi, что это не из-за корабля. Ребята молодцы. Я платил 25 долларов в день не для того, чтобы этого слушать. Но мне это не нравится. Теперь поговорим про Next Cruise. Next Cruise, в принципе, это служба, которая позволяет вам прямо на корабле заказать в фирме какой-то круиз, который вы хотите, посоветуетесь вам ответить на ваши вопросы. Дадут вам какой-то дополнительный кредит на каюту по сравнению с тем, что вы бы заказали в онлайн, так сказать. И можно заказать. Но можно сделать другое. Можно положить какой-то вклад, который вырастет. То есть, вы положили 200 долларов и хотите, чтобы при каком-то следующем круизе за это вам дали 200 долларов плюс еще какие-то деньги. В Norwegian Cruise эта система немножко сложная. Я пытался разобраться. Моего высшего образования по математике не хватило. Самая простая система и удобная – это в Princess. В Princess вы даете 200 долларов. И когда вы заказываете какой-то следующий круиз, вам компенсируется сумма от 300 до 400 долларов вместо 200. То есть, вы на этом деле получили 100 или 200 долларов. Если же вы в течение двух лет не использовали этот депозит, то вам эти деньги возвращаются. Нормальная система. А почему стоили 200? Если вы заказали закрытую каюту, то это может быть 100 долларов вам подарили. Если это каюту с балконом, то это 200. Вот так они работают. Кроме того, если вы на Princess заказали после того, как вы взяли этот кредит. У меня такой случай был. После того, как вы взяли этот кредит, как вы заплатили 200 долларов. И после этого, через несколько месяцев, вы хотите заказать, используя эти 200 долларов, какой-то круиз, то вам эти 200 долларов засчитывают как возвратный депозит. Что очень хорошо. Почему? Princess берет возвратный депозит 800 долларов. Но если вы купили Next Cruise, если вы заплатили 200 долларов, то мало того, что вам засчитают от 300 до 400, вам еще вообще не надо вносить депозит. У нас есть арт-клуб, который все время выставляет свои картинки. Правда, эти картинки никто не покупает. Я один раз купил за 1000 долларов картину, и на следующем корабле я увидел идеальную копию за 500. С тех пор я к ним не подхожу. Хотя картины у них, конечно, хорошие. Эти картины изготавливаются в большом количестве экземпляров, и они есть на всех кораблях. И есть одна фирма в Америке, которая их поставляет. Если вы закажете картину на корабле, то эту картину вам не дадут, а дадут ту идеальную копию, которая есть в этой фирме. Но картина у них хорошая. Мы находимся в фотораборатории. Вы можете фотографироваться в разных частях корабля, на берегу, возле корабля. В конце все ваши фотографии автоматически компьютером собираются в одно место. Вы выбираете любые фотографии, которые вам нравятся, и вам их печатают. Вот такой сервис. Это фотораборатория. На корабле очень много, очень многое напоминает о пресмесе, о новом годе. Вот такая композиция. Это все съедобная композиция. Правда, кушать я это не буду, но жена от колупала. Кусочек забора. Кусочек забора оказался вкусным. Может быть, это в конце будут кушать, я не знаю, вряд ли. Много елочек на кораблях. Вот как выглядит фойе. Как выглядит артрио на корабле. Я люблю снимать остров, когда еще нет никакого шума. Нет людей, люди зафракают. За оконами море. Лепота. Давайте поговорим о корабельных экскурсиях. На корабле, на каждом корабле есть экскурсионное бюро. И в каждом порту, в котором останавливается корабль, есть несколько экскурсий, на которые вы можете подписаться, то есть заплатить за эти экскурсии. Вы можете это сделать до посадки на корабль, вы можете это сделать уже, находясь на корабле. Но находясь на корабле, есть небольшой риск, что на той экскурсии, которую вы хотите, они заполнили все автобусы, и мест нет. Если вы заказываете экскурсию до посадки на корабль, то, как правило, никакой проблемы нет. Теперь, когда экскурсии брать, когда не брать? Я никому не даю советов, я расскажу, как я это делаю. У меня нет проблем с английским, когда я разговариваю с каким-то другим человеком. У меня есть проблема, когда я слышу английскую скороговорку на быстром английском, рассчитанном на людей, которые в совершенстве понимают английский. Поэтому речь, особенно американскую, если это английская, если человек говорит по-английски, именно английским английским, я еще более-менее понимаю. Но если это американский английский, у меня есть проблемы. Поэтому экскурсии по городу на автобусе от порта, от корабля я никогда не беру. Для поездок, для экскурсий по городу я готовлюсь сам, готовлюсь к этой экскурсии и являюсь экскурсоводом для моей жены. Хорошо это или плохо, я могу сказать вот что. Когда я готовлюсь сам к экскурсии или когда я присутствую на русскоязычной экскурсии, есть очень большая разница. Когда я сам готовлюсь, я потом очень долго помню все, что было. Я очень долго помню те места, где мы посещали. Если это я, экскурсия, которую я слушаю, то это в одно ухо вошло, в другое вышло. Зрительные образы еще сохранились, но то, что говорят, ну, плохо запоминается. Есть экскурсии обзорные, экскурсии, например, экскурсии на Канарах, на Карибах, экскурсии по острову, экскурсии в других местах, природные экскурсии, ботанические сады и так далее. Здесь я могу взять экскурсию на, такую экскурсию с корабля, но дело в том, что в большинстве случаев, в большинстве стоят таксисты, и на местном, с помощью местного такси я могу взять такую же экскурсию, раза в два-три дешевле. Единственное, что нужно, ну, еще одну пару. Ну, мы стоим, подходят еще люди, спрашивают. Это обычно никогда не проблема. Таксисты более адекватные. Если мы приехали на пляж, я могу с ними договориться, когда он за нами приедет и так далее. Это намного удобнее, чем громоздкий автобус с 50 пассажирами с экскурсией. Поэтому экскурсии с корабля я в любом случае беру редко. Это поездка. До этой поездки я взял заранее пять экскурсий. Почему так получилось? Тот пакет, о котором я еще буду говорить, тот пакет, который я взял, сервисный, в дополнение к билету на корабль, он включает 50 долларов, скидку на каждую экскурсию. 50 долларов на семью. Обзорные экскурсии на Канарах стоят 50-60 долларов на человека. Учтем еще 10% скидки, которые я получаю, потому что у меня уже было несколько круизов на Norwegian Cruise Line. Поэтому каждая такая экскурсия мне стоит порядка на двоих, порядка 40-50 долларов. Это в любом случае не дороже, чем на такси. Поэтому я и взял пять экскурсий. Я надеюсь, что о каждой такой экскурсии я сделаю ролики. Эти экскурсии еще впереди. Есть одна очень важная причина. в некоторых случаях, когда важно брать экскурсию с корабля. Если вы взяли экскурсию на такси, экскурсию далекую, в нескольких часах от корабля, и с вашим такси что-то случилось, например, такой на Аляске, где машин мало, у вас двоих или четверых корабль ждать не будет. Корабль поедет. А вы будете потом бегать по этому городу, где стоянка последняя ваша была, без всякого паспорта и почти без денег в кармане, и выяснять, как вы можете догнать корабль. Это не из самых приятных занятий. Может быть, ваш чемодан и ваши документы и все, что у вас было в каюте, высадят с корабля, чтобы вы могли что-то обойтись без этой экскурсии дальше. Может быть, это не сделают. В общем, учтите это. Если застрял автобус корабельный, то корабль его будет ждать. Обязательно. У меня через несколько месяцев экскурсия, в которой два часа на джипах по очень плохой дороге с большой вероятностью, что джип застрянет. Однако я взял частную экскурсию. Там речь идет о достаточно больших суммах. Одна экскурсия стоит от 200 до 300 долларов. на человека это 200 долларов это частное такси. С корабля это стоит порядка 400 долларов на человека. Экскурсия на целый день в Чили, на самом краю Южной Америки. Почему я все-таки взял частную экскурсию? Потому что там едет 20 машин, 20 джипов. Если какой-то джип застрял, остальные его вытаскивают. И кроме того, на 20 джипах сидит 80 пассажиров. Я не думаю, что корабль уйдет, оставив 80 пассажиров. Поэтому надо просто думать о том, насколько оправдан риск. Еще один очень важный фактор. когда вы сами без организованной экскурсии едете, идете, едете куда-то на поезде, как я неоднократно делал, надо учитывать, что вы должны успеть назад на корабль. На корабле требуют, чтобы вы вернулись как минимум за час до отправления корабля, иначе вас могут не посадить. Я всегда действую по принципу я должен вернуться за два часа. Может быть, я слишком трусливый, я не знаю. Но в дороге бывает всякое. Мы можем уехать от корабля на 100 километров. Это вот корабль утром пришел, а в 7 часов вечера он уходит. Значит, я знаю, что я в 5 часов обязательно должен быть на корабле, потому что еще один час я отдаю на непредвиденные обстоятельства. А иногда может быть и больше. Учтите этот риск. В принципе, этот риск приобретается с опытом. То есть, когда можно рисковать, когда нет. Пока вы не очень ориентируетесь в чужих городах, у вас с собой нету карты, особенно если у вас проблемы с языком, ну, может быть, не рискуйте, а берите экскурсии из корабля. Все-таки надежно. Когда-то, в прошлые годы иногда были экскурсии на русском языке. Иногда. Почему-то те же самые экскурсии на русском языке были дороже. Не знаю. Сейчас, после коронавируса и после того, как россиян и белорусов на кораблях, к сожалению, нету. Экскурсии, которые, допустим, сейчас на Канарах, экскурсии, которые написаны, что они будут и на русском языке, русском, экскурсии на русском языке отменены. Очень жаль. Поэтому, когда вы едете на корабле, пожалуйста, заранее распланируйте, что вы будете делать в портах, какие вы будете брать экскурсии. Если вы не берете экскурсии, распланируйте сами свой маршрут по городу, сделайте так, чтобы вы были полностью готовы. Ну, а если вы едете в организованный тур и с вами едет на корабле организатор, который организует на русском языке все ваши экскурсии, это все гораздо удобнее, легче и приятнее. Единственная проблема в том, что тогда билеты стоят где-то порядка в два раза дороже. Билеты на корабль, то есть стоимость самой поездки. Выбирайте, или вы это сами делаете, или этого делают за вас. В любом случае, если вы сами это не можете сделать, может быть, можете попросить своих знакомых, которые это сделали, но без английского языка я бы на международный круиз не поехал бы. Единственное, что израильтяне могут поехать на корабле, который идет из Хайфа, возвращается в Хайфу, там проблем у них не будет. Все. В остальном они могут ехать только на манах или с организованной экскурсией. Это то, что я хотел рассказать об экскурсиях. Пятый этаж. Все готово к Новому Году. Давайте поговорим о чаевых. Как только в любом форуме поднимается эта тема, начинается острый спор между людьми, у каждого своя точка зрения. По корабельным правилам автоматически снимается с каждого человека в зависимости от каюты, от проездной компании от 15 до уже 20 долларов в день с каждого человека. То есть с двоих это уже получается в два раза больше. Вы можете отказаться от этого, этой оплаты. Спор идет между теми, кто хочет оплатить этим путем и теми, кто хочет оплатить чаевые другим путем. Итак, вы платите по умолчанию, вы ничего не должны говорить, с вас снимают каждый день с вашего счета, вы можете проверить каждый день ваш счет на корабле, там снимается требуемая сумма, по концу круиза с вас снимается по кредитной карточке, с вас снимают эту сумму и ничего вы не должны никому говорить, объяснять и так далее. Куда идут эти деньги? Считается, что эти деньги идут обслуживающим персоналу, не всем. Я говорил со многими, оно идет с теми, кто работает с пассажирами. Оно не идет кочегаром, оно не идет матросам, оно не идет тем, кто моет посуду, тем, кого вы не видите. Насколько это так, никто не знает. Распределение этих чаевых не видно. Нету официально столько-то денег пошло сюда, столько-то пошло туда, и очень многие подозревают. Есть сторонники такой системы оплаты, они так платят, и все нормально. Есть сторонники те, кто говорят, что такая система, возможно, корабль какие-то деньги берет себе на прибыль, возможно, некоторым слишком мало платят для того, чтобы доплатить чаевыми, но не платить чаевые, я считаю, что не платить чаевые неэтично, некрасиво и неправильно. Платить чаевые принято в этом мире, принято на кораблях, и надо платить. Вопрос другой. Меня хорошо обслужил официант в ресторане, у меня постоянное место в ресторане, он меня очень хорошо обслуживает, я хочу ему дать хорошую сумму по концу круиза, я не буду ему давать в середине круиза, я ему дам в конце, посмотрим, как он себя показал в течение круиза. То же самое это касается того человека, стюарда, это называется стюард, который убирает два раза в моей каюте, который очень хорошо убирает, я считаю, что работать стюардов на корабле это самая тяжелая работа. Два раза постелить постели, убрать в номере, когда на них кучу номеров дают, на каждого стюарда, это нелегкая работа. А чтобы чаевые заслужить, они еще всякие фигурки делают из полотенец, я думаю, многие сталкивались. Я, может быть, захочу дать чаевые тому человеку, с которым я на сервис квест, то есть на у которого я выяснял многие вопросы. Приходил, спрашивал, он мне объяснял и так далее. Может быть, я хочу дать чаевые артисту, который мне очень понравился. Я хочу сам решать, кому я дам свои чаевые. И я сам решаю, сколько я дам чаевых кому. Общую сумму чаевых, которые я дам. Может быть, это больше, чем я дал бы в мой счет. Может быть, меньше. Эту сумму знаю только я и моя жена. Каждая из этих двух систем имеет свое право на существование. Я не уговариваю, не говорю, что это лучше, а это хуже. Каждый решает сам за себя. Если вы против того, чтобы платить в своем аккаунте, решили платить наличкой тем, кто вам понравился, вы приходите на сервис квест, то есть там, где решают все вопросы, и объявляете, что вы хотите платить чаевые сами. Если вы скажете такую глупую фразу, как некоторые говорят, я не хочу платить чаевые, вам скажут надо. Чаевые действительно платить надо. Это просто для собственной совести. Так вот, вы приходите и говорите, я буду платить чаевые наличными в конце круиза. Они говорят, нет проблем, вы можете попросить у них конверты для этого. Иногда они говорят, пожалуйста, с вами возьмите распишитесь, сейчас с вас списываем все чаевые и все. Могут как на норвежин крус, они любят, говорят, приди за два дня до конца в надежде, что я, мне все понравится, я захочу, чтобы централизованные чаевые остались. Но в любом случае, практически все компании разрешают отменять централизованные чаевые. в конце круиза, в предпоследний день я даю чаевые, именно в предпоследний день, и когда я убедился, что чаевые с меня не списали, в моем аккаунте нет чаевых, я даю тем, кто мне понравился, кто мне помог. Ну, в общем-то, есть еще одна система промежуточная. Тем, кто считает, что есть правда здесь и есть правда здесь. Вы можете прийти на сервис квест и сказать, я хочу платить централизованно половину той суммы, которую вы снимаете. Остальные деньги я заплачу сам. Вы с вас снимают не 16 долларов, а 8 в день. но вы какие-то деньги сами даете тому, кто у вас в первую очередь. Это по-божески дать тому, кто убирает у вас в каюте. Между прочим, у них и зарплата самая большая. Мне, я говорил как-то с девочками, которые работали на корабле, они сказали, что их зарплата где-то порядка 2000 долларов в месяц, плюс им обычно наличкой в течение месяца дают 1000 долларов. Но, поверьте, они это заслужили. Ну и, конечно, официанту в ресторане. Так что, я вам предложил два варианта и есть вариант компромиссный. Что выбрать, это не решается. Я хотел дополнить тему черевых на корабле. Стюарду в каюте, в нашей каюте, безусловно, нужно дать черевые. Китаянка работает превосходно, быстро, с улыбкой, запомнила наши имена. А я у нее спросил, ты помнишь имена всех своих пассажиров? Она говорит, да, конечно. Но это ее чаевые. Поэтому она каждый раз приветствует нас с женой по именам. Это лучше, чем делать из полотенцев всякие фигурки. Заслуживают, я только не знаю, как это сделать, но заслуживают чаевых официантов в ресторане. Работают идеально. Просто идеально. Мне не нравится работа. экскурсионного бюро. Есть проблемы от них независящие. Например, когда два раза отменяли подъем на вулкан из-за погоды, но они нам говорят, вот возьмите вместо этой экскурсии эту. Хорошо, взяли. На завтра у меня похожая экскурсия. Говорят, там ничего общего. вот в одном месте только пересечения. Ну, пересечения получила в 70% местах. То есть, мы ездили там же, и это мне мало понравилось. Никакого, никаких чаевых не заслуживает буфет. во-первых, если в буфете кого-то попросить принести вино или колу, ну, принесет, принесет. Ну, когда мы уже кончим кушать. Вчера вообще был ужас, что мы пришли один раз кушать в буфет вечером. И вначале все выглядело хорошо. Потом оказалось, что в буфете вечером только было индюшатина, индюшатина была сделана хорошо. И говядина в виде антрикота, что ли. Но взял я эту говядину. Сначала жена пожаловала, что она не может разрезать ножиком. Я засмеялся, стал резать. Ну, в общем, один кусочек я отрезать смог. Но переживать его не получилось. При том, что у у меня хорошие крепкие зубы. Не получилось. Там было просто сырое жилистое мясо. Но когда я съел уже индюшатину, заказанного вина, и вина и колу еще не было, прошло 20 или 25 минут, я увидел какого-то большого начальника, я к нему подбежал, говорю, ты здесь босс? Он говорит, да. Я говорю, слушай, когда мне принесут вино? Он говорит, сейчас я пойду его найду, и сейчас я быстренько сделаю. Через три минуты принес мне этот мужик, официант, вино и колу, полную льда. я ему пять раз повторил without ice, но он мне принес полную льда. Я опять пожаловался, и через три минуты мне другой официант принес нормальную колу. Но не нравится это мне. Поэтому с моей точки зрения надо давать чаевые, надо давать чаевые, хорошо давать, надо давать тем, кто этого заслуживает. Вот такая моя точка зрения. Ну, до конца корабля еще неделя, возможно, что-то кто-то больше заслужит, кто-то меньше. Посмотрим. Очень важный момент. После круиза, через пару дней, вы получаете анкеты с вопросами, как вам понравились службы корабля. Речь идет обо всех службах, с которыми вы сталкивались. Речь идет о уборке в вашей каюте, речь идет о ресторанах, о буфете, о экскурсиях, о арт-клубе и так далее. Очень важно ответить на эти вопросы. Я объясню, почему. пожалуйста, постарайтесь во время круиза записать имена тех людей, которые, тех работников служб, которые вам понравились, того, кто вас убирает, во всех службах, с которыми вы сталкивались. Запишите имена, пожалуйста, потом их вспомните в этом отчете. мне сказали, что это очень сильно влияет на статус этого человека и на те чаевые, которые он получает из тех, которые централизованным образом дали пассажиры. Поэтому ваш отзыв не менее важен, чем чаевые. Это не связано, или вы дали ему чаевые, или вы не дали ему чаевые, но отозваться о человеке хорошо, о том, кто действительно этого заслуживает, это очень и очень важно для него. Это тоже очень хорошая форма награды. Не забудьте. Но для этого надо, чтобы вы записали, как его зовут, или хотя бы напишите, что тот человек, который убирал в 308-й комнате, или человек, который Вайтер, то есть официант, который обслуживал вас в 317-м столике. Они найдут. Но очень важно ответить на эту анкету. В конце круиза я столкнулся с еще одним сервисом корабля, сервисом, о котором я не планировал писать с медициной. 31 декабря на экскурсии я оделся слишком легко, меня продуло, я чувствовал очень сильный озноб. 1 и 2 числа у меня было 38 градусов. Сегодня утром 3-го числа я пошел сдаваться в медпункт. Я очень наивно думал. Да, я принимал Камола, это типа пара троцимула, который сбивает температуру. Ну, сбивала температуру вечером, потом утром я вставал и снова 38. Надо принимать антибиотики. Пошел к врачам. Я был очень наивный, если думал, что я им скажу, дайте мне антибиотики, они мне просто дадут антибиотики. Кстати, медицинское обслуживание на кораблях платное. Но у меня это, я думаю, что у всех пассажиров более-менее это входит в стоимость страховки. Поэтому сумма меня не волновала. Они мне провели кучу тестов. Несмотря на то, что у меня 5 прививок от короны и я болел короной. Несмотря на то, что у меня прививка свежая от гриппа, короче, выяснилось, что у меня нету и гриппа тоже. То я получил очень сильное переохлаждение и мое горло было очень забито всякой гадостью. Короче, они провели полное обследование, сатурацию, давление, пульс, проверили легкие со всех сторон, спереди, сзади. очень основательно поработали и выписали три вида таблеток. Прошло несколько часов, сейчас вечер, самочувствие улучшилось, завтра последний выход в Кадисе, я надеюсь, что я буду в нормальной форме. Сам корабль выглядит с иголочки, все ковры заменены, все покрашено, все как будто новый, но чувствуется, что он не новый, что он прошел релокацию, как это называется, релокацию, короче, он прошел ремонт. Что касается самой каюты, то у нас, если учесть, что у нас на данном корабле была каюта закрыта, из закрытых кают, это самое лучшее за все время, она очень большая, в ней огромное количество шкафчиков, ну, а постель на любой компании очень хорошая. До конца круиза остается один день, я хочу немножко подвести итоги работы сервисных служб. первое, стюарт, уборка помещения по десятибальной шкале, оценка одиннадцать, идеально, с улыбкой, девочка филипинка, вообще, филипинцев на корабле и соседних стран, они просто заняли весь сервис, кроме офицеров, и очень хорошая работа. Так вот, эта девочка с улыбкой, молодая, симпатичная, она всегда все делает качественно, и мы очень довольны ей. Ресторан, ресторан и четыре сезона, и семь морей, это два фактически совершенно одинаковых ресторана. Мы были и там, и там меню одинаковое, оценка, ну, скажем так, десять из десяти. Еда в ресторане находится на очень хорошем уровне. Исключительно вкус, очень вкусно. И обслуживание официантов, максимальный уровень, идеально просто все. что-то попросит, бежит, приносит. Теперь, буфет. Это шведский стол на том этаже, где бассейн. Это есть на всех кораблях. оценка оценка из десяти семь. Еда вкусная в основном, но она слишком однообразна. Это раз. Во-вторых, мне один раз попалась подошва. то есть это не подошла, но подошло разрезать легче, чем тот антрикот, который мне принесли. Как говорится, я за памятный не забываю. Кроме того, официанты, их попросить принести колу или вино, это есть большие шансы нарваться, что вам принесут, когда вы закончите кушать. они как-то очень медленно носят. Но тут есть такой нюанс. Рядом с этим буфетом есть два со стороны кормы, есть со открытой площадки два маленьких буфета. Там своя кухня. И там другая еда. Там очень хорошо готовят куриные ножки с соусом чили. Там хорошо готовят гамбургеры. Там много своей еды. Вы можете взять часть там, часть там. В принципе голодными не останетесь. Надо просто посмотреть где что есть. Это что касается питания. В специализированных ресторанах я не был. Я когда-то ходил в специализированные рестораны, но не в этой поездке это конечно максимальный уровень. Ну что еще? Экскурсионное бюро. Оценка 6. Оценка сегодня добрый. Что значит? Ну с Next Cruise это планирование следующего круиза. Я здесь столкнулся один раз и очень хорошо меня обслужили. Быстро качественно ответили на мои вопросы. Меня интересовали мои прошлые поездки, какие кредиты остались. У них прямая связь с компьютером компании и они мне все данные дали. Теперь Деск сервис. Деск сервис работает идеально. Они в меру своих возможностей стараются ответить на все вопросы. Я ими очень доволен. Теперь бассейны и вообще верхние палубы. единственная моя претензия поставили теннисный стол на ветер. Теннисный стол должен быть в закрытом помещении. Я просто большой любитель настольного тенниса. Детей было мало. На баскетбольной площадке 10 человек бегало. Кстати детские клубы есть. На 12 этаже комната аркад. На 7 этаже я не заходил. я не заходил. Там подростков клуб. В принципе, но особо заняться детям это не Роял Кариба. Фотолаборатория. Прошло то время, когда все фотографии, что люди делали, печатались, вешали на стенку, а потом люди ходили, выбирали то, что свое, что они хотят взять. Эти приводы огромные бумаги и поэтому была очень высокая цена фотографии. Сегодня основной пакет, берут люди, насколько я в курсе. Я не знаю, сколько он стоит, я не спрашивал, но я видел его рекламу. Человек может фотографироваться сколько хочет. Каждый раз, когда вы уходите с корабля, каждый раз, когда вы заходите на корабль, каждый раз, когда вы идете в ресторан, каждый раз, когда вы приходите в артриум, вас поджидают фотографы. В отличие от других кораблей, никто ничего не навязывает, никто не заставляет, не упрашивает. Они стоят, смотрят, улыбаются. Хочешь сфотографироваться? Пожалуйста. Нет? Good evening. И все. Мне они этим понравились. Так основной пакет звучит так. Вам дают все имидж файлы, все фотографии, которые вы сделали на корабле, вам сделали на корабле, причем в стоимости не указано количество имидж файлов. Хоть снимаете сто раз каждый день, и три фотографии вы выделяете, вам делают на бумаге. Нормальная система, очень нормальная. И по-моему это стоит хорошо если 50 долларов. Для корабля это дешево. Вот. Ну мой Samsung S11 Ultra снимает не хуже их, поэтому я их услугами почти никогда не пользовался. Ну теперь бассейн. Ну холодно было, пару дней было более тепло, в бассейне было много народу, особенно в джакузи. Чем отличить жителя севера от жителя юга? Любой англичанин любой израильтянин, придя в бассейн, поищет лежак самый в тенечке. А если человек выбрал лежак прямо на жарком солнышке, значит он приехал с севера, ему надо загореть. но там все тоже было организовано хорошо. Теперь бары работали отлично. Я сначала приходил и говорил дайте какой-нибудь коктейль моей жене, женский коктейль, они мне давали. Потом я научился, мы оба научились какие коктейли лучше мы уже заказывали конкретные коктейли. Ну вино у них в ресторане и только в ресторане можно в буфете заказывать. Самое стандартное мерлок, каберне савиен, тоже самое касается белых вин. Окей. Чтобы получить виски там должен быть пакет более дорогой. Мы с этим не заморачивались. Театр. Ну оценка 6-7. Исполнители неплохие. Ансамбль из 10 молодых танцовщиков и певцов. Там был фокусник. И там была вокалистка. И там был какой-то певец. И вот они все крутили одно и то же по кругу. То есть на театре фирма очень сильно экономит. Но с другой стороны в этой компании норвежья так же как в Холланд Америка Лайн основное внимание обращают на салоны. Вы приходите в салон, заказываете вино, в принципе не обязаны. Играет живая музыка. Иногда такая ситуация, что вы можете потанцевать. Музыка, которая для меня непривычна. Но для них это все музыка их молодости, их взрослой жизни, то есть американские песни. Смотрите, что вы покупаете в портах по дороге. Скоро портящиеся продукты, которые вы везете домой, например, хамон, даже в упаковке вакуум, вам не разрешат пронести на корабль. Его просветят, и это не спиртное, которое, если вы спиртное пронесете, вас его заберут, дадут в последний день. А хамон просто выкинут. Там люди спрашивали, ну, может, вы поместите в свой холодильник? Они говорят, если 1600 человек попросят поместить по 6 пакетов хамона в общий холодильник, для обеда места не останется. Ну, где-то так. А так написано, что если вы проносите продукты, то вы рискуете потерять 5000 долларов штрафа. Я не слышал, чтобы кого-нибудь штрафовали. еще очень важный момент, связанный с норвежьим грузлайн. Кто терпеть не может пиджаки и хочет одеваться в ресторан нормально, но не затягиваться формальные дни в костюм, то для вас норвежьим это нормально, потому что норвежьим нету формы одежды, нету таких дней, чтобы обязательно был костюм. Там костюмы никто не носит. Ну, точнее, в зале можно найти двух мужчин в костюмах, но не более того. Это является с моей точки зрения плюсом этой компании. Иностранные языки. На корабле много испанцев, марокканцев, чилийцев, аргентинцев, мексиканцев. Они говорят на испанском языке. Многие из них английский не знают. сервис. Кое-кто знает Мексика. Испанский язык кое-кто не знает. Поэтому что делать? И все начинают пользоваться переводчиками. Я пришел в медпункт с гугловским переводчиком и свои вопросы я задавал переводчику. Он переводил и голосом он спрашивал уже на английском или на испанском языке я задал. Это уже не играет роли. Они в ответ свои вопросы то есть если бы он у меня спросил так по-английски я бы более-менее понял но его надо было его интересовала точность моих ответов и правильные понимания но на его лэптопе он набирал вопрос на английском запускал переводы и он спросил с какой страны я сказал из Израиля так он запускал перевод на еврейс и я на еврейсе получал его вопросы поэтому никакой проблемы языков нету и кажется я говорил в обеденном меню почти каждый день русское меню но дневная газета на русском языке отсутствует хотя там набор слов такой что на русском языке оно и не надо завтра мы улетаем утром сходим с корабля до этого момента можно сделать много дел вы можете передать я зам полиции на квест-сервис и получить все разъяснения в отношении вашего счета откуда такие астрономические суммы в моих счетах никогда ни одной ошибки администрации не было вы можете пойти экскурсионное бюро и заказать на завтра экскурсию днем вас утром возьмут с корабля ваши чемоданы погрузят ваши чемоданы погрузят в автобусе вечером отвезут с аэропорт вы можете прикупить картин и вам их заставить прямо домой через пару месяцев выпить с друзьями в мною любимом баре под названием Шимпанзе и тут много коктейль в мною коктейль Продолжение следует...